Создание современного информационного пространства для качественной организации образовательного процесса. Актуальную тему обсудили участники районного методического совета, представители отдела образования городских школ и Центра доп. образования детей и молодежи. Для обучающихся, для родителей, для того, чтобы, ну, наверное, наши учреждения дополнительного образования стали лучше, о них все знали, и процесс образования стал более качественным. Представить опыт работы, уже наработанный в учреждениях дополнительного образования по современному информационно-образовательному пространству, ну и увидеть проблемы, а также пути решения, что еще нам предстоит в рамках этой темы сделать. Система дополнительного образования Мозрещины представлена четырьмя специализированными центрами – технического творчества, творчества детей и молодежи, туризма и краеведения и клубом юных пожарных. Со спитанниками преподаватели занимаются не только по методу прописки в учебных кабинетах, но и дают так называемые выездные уроки, ведут школьные кружки факультативом. Не только на базе центров проводятся такие занятия, но и на базе учреждений образования. Практически и в городской местности, и в сельской местности работают педагоги доп. образования, которые именно занимаются с учащимися в рамках планирования и деятельности учреждений дополнительного образования. Рисовать и конструировать, программировать и ходить в походы, сохранять природное богатство и играть на сцене. Научиться вне стен школьных классов сегодня можно многому. Главное – выбрать подходящее хобби для ребенка и обратиться к педагогу, который сможет его заинтересовать. А в помощь руководителям кружков, секций и студий – как виртуальной технологии, так и вполне реальный опыт коллег. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь». Спасибо. Спасибо. Спасибо.